Пантелеймон В настоящее время в сложной ситуации распространения коронавируса имя святого Пантелеймона приобретает особую актуальность. Кто же он такой, святой Пантелеймон? Пантелеон родился в III веке в некомедии в семье знатного язычника. В юности отец отправил его на обучение к знаменитому врачу Ефросину, и вскоре Пантелеон сам стал известным лекарем. Однажды юноша познакомился с христианином Ермолаем, и тот начал рассказывать ему о вере, а впоследствии крестился именем Пантелеймон. Согласно житию, врач искренне уверовал во Христа, когда обратился к нему с молитвой о спасении ребенка, укушенного змеей, и получил помощь. После этого случая Пантелеймон решил посвятить свою жизнь спасению людей от болезней, причем лечил всех безвозмездно. Помогал он и христианам, томившимся в тюрьмах. Об этом узнал император Максимиан. Он предложил Пантелеймону провернуть на нос и отречься от веры. В ответ святой предложил найти тяжелого больного и устроить испытание. Кто излечит его от того вера и истина? Спор выиграл Пантелеймон, и многие язычники, видя это, обратились в христианство. Разгневанный император приказал казнить врача. По преданию мученика привязали к Оливии, а после того, как ему отрубили голову, дерево тут же покрылось плодами. В православном мире святой Пантелеймон почитается как целитель и покровитель воинов. На Руси святому Пантелеймону, которого иногда называли еще Палием, молились об излечении от болезней. В его праздник знахари ходили за травами, рвали их с особыми заговорами и обрядами. В то же время этот день считался несчастливым. Говорили, кто на Палие работает, у того гроза спалит хлеб. Палий – Пали копны. Современный человек, конечно же, за исцелением обращается в наше время к медикам, которые являются для нас в каждом конкретном случае в какой-то степени святыми. Коронавирус в очередной раз показал, как важна профессия врача. Врачи в сложной ситуации распространения коронавируса – это самоотверженные личности, которые трудятся на благо пациента. Во всем мире ведется непримиримая борьба с коронавирусной инфекцией. Не только иконе святого Пантелеймона молятся больные, но и многим современным врачам. Их теперь приравнивают даже к супергероям. Только есть между ними одно различие. Если выдуманные персонажи в той или иной степени неуязвимы, то реальные медицинские работники каждый раз рискуют собственным здоровьем, открывая двери больницы. Эти люди проходят через множество трудностей и решений, чтобы хоть как-то помочь заболевшим. Жителям села Краснояр очень повезло. У нас есть своя Свято-Троицкая церковь, где каждый прихожанин может в тишине помолиться, получить поддержку в трудной ситуации. И есть своя сельская амбулатория, где также каждый, обратившийся за помощью, получает ее. В настоящее время в разу увеличился поток посетителей. Несмотря на огромный риск заражения, наши врачи не отсиживаются дома до стабилизации ситуации, а продолжают свою работу и выполняют свой врачебный долг. Огромное спасибо нашим докторам. Сегодня, в День памяти Святого Пантелеймона, весь христианский мир молится за здравие всех медиков и просит у Святого Пантелеймона их защиты и покровительства. Поздравляем с Днем памяти Целителя Пантелеймона. Желаем всем мира, счастья, радости, улыбок и добра.